дмитрий что-то холодно то ссылочку забрал а включи печку чего не дует теплым но как-то у меня это будет то не дует у меня теплом а вот тут холодом я не могу помочь на вас нет вот у меня теплом сюда холода не 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 вырубиваешь что это одеяло вэллоу ударение на о надо произносить правильно очень мягкий замечательный теплый материал подойдет как мужчинам так и женщинам можно укутаться тем более грядет новый год тимур дмитриевич потрясающий подарок принес ты домой такую штуку я вот купил в подарок с рукавами и тепло не знаю что тебя печка не дают ни хрена но холодным а все-таки как может быть приятного так укутаться в теплый плед либо вечером перед телевизором либо в сломанный бмв друга в зиму и попить кофейку а если наступит ночь кстати есть еще одеяло которые светятся в темноте и тапки можно купить одеяло вэллоу тапки маршмеллоу я кстати заказал звучит это что это романтик между прочим на сайте вэллоу ударение на о это мы про пледы сейчас есть замечательные подарочные наборы и даже свечи из натурального воска для создания романтичной ну хоть как-то согреемся между прочим а для всех наших учащих зрителей скидка по промо-коду 10 процентов поэтому ссылочка на сайт вэллоу будет в описании ударение на говорите без ошибок вообще когда я первый раз увидел этот автобус я отнесся к нему не несколько скептически но потом при ближайшем рассмотрении я понял что таких я не видел никогда и у меня есть великое предположение что это последний из магикян которые есть у нас в россии подобного рода автобус ввиду того что у нас юрий палыч так сказать плюс минус разбирается в японская корейско-китайских автомобилей мин нам нужно произвести расследование что собственно говоря это за машина сделано в россии да но это уже ты понимаешь фары не его это от шестерки здесь должны быть судя по всему другие фары это решетка от копендоса что тоже в принципе не его это эмблема а есть какой-то листу это ну я ты зачем взял кричина облилась ты же на специалист пойдем я тебе покажу самое интересное прежде всего смотри платформа платформа автомобиля я таких честно говоря не видел никогда не похоже это ни на что отечественное совсем не похоже сзади спарка спереди колесо тоже не похоже ни на что отечественное что-то близко к корейскому такой дизайн а теперь внимание юрий палыч о подгодить иероглифы это вообще-то одно и нет ну шильда родная это автобус так называется как 623 но это еще не все палыч знаешь что самое интересное позвольте я залезу обратите внимание это у нас радиатор а это двигатель и двигатель от газ 21 или 469 лазика кому как больше нравится либо здесь газ либо омзы надо будет посмотреть 402 так номер посмотрим сейчас по трем может что-то увидят а это чё это переключение коробки передач на руле как это работает вот это ручник я понял да все верно это ручник это педаль газа тоже кстати работает по удивление я так понимаю вот это вот вот это уже кастомайзинг это давление масла да вот она к стакану масляному идет это подсос судя по всему да это подсос и приборка и приборка тоже родная километрах да ну конечно километры в час да и иероглифы и по обрати внимание на руль тоже иероглифы до родной более того палыч подожди подожди уходи посмотри сюда на стеклах это родные стекла мы беды мады не подожди вжима made in shanghai shanghai сделано это китаец это китайский автобус а почему все русское стоит понять не могу вот внимание вопрос я хочу обратиться к нашим очарательным подписчикам зрителям мы сейчас конечно будем его оживлять хочу на нем прокатиться а как давайте пройдем расследование и напишите в комментарии что вы знаете об этом автомобиле и самое больше всего что меня беспокоит вот эта силовая установка волговская который стоит это заводское исполнение или уже кастомайзинг и какой у него мотор должен стоять по заводу но этот автобус китайский китайский автобус как он здесь оказался мне кажется один единственный остался у нас ну что скажешь ну карбюратор понятно колхоз от жигулей генератор от волги тоже колхоз но это суда вкорячили интересно или это по заводу так и как ты думаешь по счастью у нас есть секретный чат с нашими отчетными подписчиками в телеге и соответственно ребята очень быстро все разрыли этот автобус называется летающий журавль может быть и цаплю тут вопрос перевода значит автомобиль немного не мало 90 года выпуска и он даже продавался и вот смотри что удалось найти на просторах интернета огромное спасибо вот всем кто у нас секретном чате сидит пацаны вы красавчики оперативная информация решается всегда уникальный микроавтобус из китая хуфэй джайн хау завод не существует как в двадцать первом году был поглощен джаком и даже на родине этому и даже на родине эта модель уже считается краснокнижный понимаешь то есть очень редкий экземпляр это очень редкий экземпляр единственное опять же что непонятно на заводе это ставилось или нет потому что в свое время в китай отправлялись машинокомплекты на газ 21 и даже китайцы сделали несколько видоизмененную свою волгу 21 можете нагуглить но суть не в этом палыч давай заведем автобус и прокатимся это это оживление уникального автобуса тем более по большому счету я думаю что сложного ничего не будет здесь же должен быть замок зажигания нам понадобится пока не знаю нам понадобится ключи видимо ключи топлива давай посмотрим сколько всего может ключи есть может провода надо аккуратным быть мы любим технику но слушай здесь судя по всему с ним хотели что-то сделать сняли обшивки скорее всего самое идеальное что приходит в голову это какой-нибудь автодом но здесь огромное количество таких части по размеру он очень не маленький смотри у нас есть замок зажигания но это не он тоже с ключами тоже не он что один замок зажигания но это тоже не он запчасти короче я думаю что какой-нибудь из этих ключей обязательно подойдет крайнем случае замок поменяю не хочется дома о прибор до смотрите прибор смотри сделалось спидометр прикольно вещи вещи так дальше с еще так фонари книжка дел 5301 бычок но сейчас мне об этом такая хорошая вещь так смотреть о что это я нашел юрий павлович ты не поверишь я нашел ключи на них надпись на иероглифах зеркало были давай попробуем пожалуйста вам как опытному угонщику это не от нас прокладка гбц плохой признак всегда одно слава богу и на дне от нашего двигателя другой маленький видимо ну а чок и хрен его знает и прикинь чё ничего ничего совсем ничего ой я думаю на властью надо просто взять другой подержи это все лишняя деталь пипец тебя просто что-то доверять это же китайский автомобиль я нашел китайский ключ оригинале здесь замок сжигания от него не от него да давай другой замок да и все у него какой-то он реально он такой вот вот советский замок а вот китайский замок надо разработать чувствует офигенно но крутится нет ну вот ну ключи от китайца ну вот лишь кучу а на замке чанганг джак на замке ничего на замке цифры и все иероглифов нет может тоже вот эти про тоже ладно сейчас разберемся вот что несколько капель масла это животворящего делают во-первых в моторе масло есть а если оно есть в моторе это хорошо и соответственно палыч я разработал оригинальный китайский ключ оригинальный китайский замок все функции пирует так масло у нас есть это все есть есть конечно определенные роды метаморфозы недосказанности я не знаю сколько лет он стоит но да нет будет работать я посмотрим радиатор дойдет все еще раз топливный топливный хобот идет бензобак у нас вот там все посмотрим но он есть не знаю хобот идет бензобак не вижу ну дырку под него там есть бачок подожди сцепление здесь сцепление здесь механическое а давай проверим палочки просто за руль нажми на сцепление люди по всему так она и есть нажмешь наступить до крепление у нас есть а этот бачок судя по всему тормоза и лючка нет все палыч не жмякай все хорошо так попробуем установить замок зажигания как бы это не прозвучало баня как я обожаю это подобного рода старую технику ты не так контактики есть аккумулятор палыч посмотрим и выключатель массы чпок не пожалуйста выключатели массы давай пробуем выключатели массы нажми вот эту хрень на большую пипку зачем чтобы пошло в электричество да что там не так давай не нажми нажал нажал так нажми чтобы он зафиксировался о господи юрий палыч ты со своей японской техники неужели во владике никогда не было советской техники так неплохо так а попробуй я посмотрю как тут что крутится ключ поиграть понимаю неудобно давай все понятно ну что я попробую найти бензобак а потом будем проверять искру у нас же получишь любит проверить искру как я да так ну что я могу сказать юрий палыч бензобак есть горловина есть надо вот этот лючок открыть да они там поворачивать телесал система до на вокруг ничего единственное что я прошу прощения у наших тщательных подписчиков потому что я несколько лоханулся я искренне думал что здесь сцепление механическое и сверху было так все видно а тут она оказывается гидравлическая так это получается фильтр топливный вон там бачок коробка 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 юрий палыч я не узнаю коробку моста узнаешь и коробка не узнаешь на что это еще какая-то переключалка здесь есть а там есть еще какой-то рычаг палыч а по переключаю пожалуйста передачи на руле по как вверх вниз пофиг вернее не знаю что это 469 да я понял а что это за рычаг а это тоже да все это все переключение коробки это ручник а дерни ручник на себя от себя будем надеяться что работает так краник для слива интересно интересно очень даже ты лучший давай топлив нальем что сделано в россии вот ссср даже чуть такой поворотники хочу реально как они так ну по такому читать ты видал как часики да 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 делали очень хорошо топлива переживаешь конечно так я взял свечку новую на секундочку череп или палыч давай ну вы подержите руками то мы шестру проверяем они что-нибудь нейтрально поставить на шевелили все ну да кстати там нейтрали ты возьми чтобы было видно качественно вот так вот железка возьми вот тогда вот так очень очень хорошо сейчас палыч сейчас секундочку ты готов что руки трясутся есть ну отлично это реально тот 51 газон спон свечка помнишь также я помню а потом меня постигла карма и на 157 то же самое там столько наших отчатник зрителей написала что георгий саныч ты лох да ну на самом деле давай почистим новая новая о вентиляции карта что у нас трамплера из края есть на удивление неужели это будет самое легкое оживление нашего китайского автобуса слушая коробка не русская да нет коробка русская ну хрен его знает я числе и не узнал это либо газик 69 ну точно не 21 волга над контакты чистить точно или палочка прям стопудов на контакте чем да да уже чё я пошел за топливом ну вот палыч видишь ты уже погружаешься всецело в атмосферу кастомайзинга ты уже научился чистить контакты на крышке трамблера это же большой плюс я вот защелкнуть не могу это большой минус все почему потому что рука то одна ты воронку нашел если ты камеру подержал я бы защелкнул будет хорошо если так пойдет и дальше то в скором времени или павлов ты прям вообще постигнешь какие-то немыслимые скиллы но достигнул лишь он как сейчас залетел просто просто с песней так-то вроде все есть теоретически практически пока не знаю а я кстати еще хотел посмотреть что написано на блоке это газ или у вас что здесь у нас 402 двигатель суши мне кажется что это кастомайзинг так что здесь на отливке 402 мотор не знаю правда не знаю похоже на 69 газик но мне кажется двигатель не родной учитывая год выпуска этого автобуса скорее всего китайский двигатель крякнул и поставили вот этот но почему он заболтонился здесь колокол то смотри колокол газовский а коробка фиг пойми от чего и рабочий цилиндр тоже сцепление здесь тоже получается волговский интересная картина интересная но таких автобусов я никогда не видел если наши зрители пишут что он и в китае уже раритет краснокнижный то это может быть интересно вечер гугление давай предложим в китае если он там раритет как ему почему нет нихао братья пошла пошла на джавчина нет много нет что там суши не чувствует нормально льем литров 20 палочи как нет ну нет как нет это 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 просто надо как-то быть более аккуратно вот смотри как я приспособился я бы я попал я попал я максимально попал лей только аккуратно ли они как обычно что ты ржешь ты пробку вспомнил ребят найдите пожалуйста у нас на канале есть серия называется дорога в никуда республика коми и вот на обратном пути палыч сделал воронку из-под этого из-под спрайта а пробку не отвернула бензина соляра чего не льется говно какое-то густая соляра да юрий палыч мы льем мимо ну не да льем мимо надо какой-то это подлиннее да согласен сейчас придумаем не ну так-то хорошо а воронки нету потому что мы еще на оживлении 51 газика воронку маслом сожгли когда мотор накрутился пригодится упал че железная хватка сейчас ему лучше не мешать лишь какая лейка получилось да только это скотч стоил 300 рублей можно было 8 воронок купить без зато лишь какая воронки да согласен согласен ну что ж продолжаем мы же из ничего делаем что-то играется товар деньги штрих вставляет есть контакт лейте только аккуратно мы заправляем машину дольше чем заводим пошло вообще огонь не дорогую щи скотч да так что у нас под качкой топлива носик где он тут быть вот он тут что это подсос панч суши распред не в том положении надо провернуть туда ладно это же советская китайская техника нажми на газ нажал лучше отпусти газ это быстрый старт ну соответственно старт и педалируй нелегко но тем не менее надеюсь нейтраль что ты сломал замок зажигания палыч эти групп провода не не надо проводами нас есть токовая схема но она не везет нам замками зажигания последнее время сейчас я починю не понял давай сменим тактику ты идешь сюда я туда вот починил давай газ-газ-газ-газ-газ-газ-газ нажми нажми и держи Да ладно, да ладно, гаси, Павел, смотри, вот так вот, бух, это что, лишний адреналин выплюнул, нам потребуется воды, литров 20 воды нам потребуется, потому что стоит он как всегда давно, херово кучу лет, сколько лет он стоит, я даже не знаю, но по счастью, уже какую серию подряд, все-таки, когда машина останавливается, с них воду сливают, это очень большой плюс, да. Ну что ж, ты прикинь, огонь, надо прокатиться на нем попробовать, так сейчас воду нальем, да прокатимся. Первая, опа-на, бля, как нейтралку поймать, нет, тут так не работает, между первой и второй, перерывчик небольшой, вот она нейтралка также, пойдем за водой, достойно, воронка на все случаи жизни, шлеп, что-то там, там ничего нету, там да, так, краны, не совсем удобно, я понимаю, Юрий Павлович, вторая бутылка пошла, я вроде бы краны закрыл, вроде не течет, все-все-все, Павлович, все-все-все, полная коробочка, отлично, нормально, сколько получается, десятка, еще чуть-чуть, так, здесь не течет, здесь не течет, пробочку закрываем. Ну что ж, попробуем прокатиться. Причем это тоже реально китайские стекла, Шанхай, не знаю на камере вид или нет, Шанхай, Шанхай, ау, 38-го, это Иркутск, да, стекла очень интересная, подержи камеру, Павлович, интересно, как она работает, а вот так, аа, о, о, не, если мы так поедем, у нас стекла повыпадают, это нехорошо, они в природе больше не повторяются, а как? Просто подразобрана немножко, а, видимо, они вот этой штукой фиксируются, Павлович, я все понял, мы не сейчас поедем, а через чуть-чуть, резинкой? Да, надо искать вот эти хрени по машине, вот они, вон их много, надо стекла закрепить, если они выпадут, будет жопа, надо их закрепить. Какая все-таки простая конструкция? Вот это ремонтопригодность, да? Получается, эту резинку вытащил и стеклопакет достал, поставил на резинку, ни клея, ничего, офигеть. Юрий Павлович, ее сделал два окна. Что, надо поверху, они же выпадут. Да не выпадут. Ну как не выпадут, когда выпадут? Туда, и все. Ты что? Ладно, мы что-то другое было, техника-то. Эти еще стекла надо. Ну то, почти все готово. Конечно. Конечно. Юрий Павлович, вот замечательный вы человек. Ну? Георгий Александрович тут во всем работает, бережет технику в природе не повторяющуюся, чтобы стекла не выпали. Да похуй, да, снизу. Так я поднакинул, распределил резинки. Конечно. Какая, куда идет. Ты прямо распределитель. Когда мы поедем уже в Усинск? Усинск? Да. Сейчас Витя позвонит. По зимнику пойдем. Сделает нормальное предложение, как всегда, выгодное. И рванем. Он это может. Опять Субару? Секрет. Привет. Пока не скажу. Это стекло и вот это осталось. Все отлично. Ты можешь одну резинку на два стекла попробовать. Павлович. Эх, Юрий Павлович, Юрий Павлович. Автобус прикольный. Место стука реально большое. Интересно, это Б категория или Д? Судя по сидушкам, Б. Вот документы вы посмотрите. Юрий Павлович, дорогой друг, быстро иди с этой стороны. Что, я там зафиксировал? Да, да. Ты просто ее надел на кант, а на стекло не надел. Он сейчас выпадет к чертовой матери. А, ну да. Красавчик. Убирай пальцы. Да пальцы-то я здесь... Стой, стой, стой. Блядь, неосторожно. Тут резиночки две. Держи стекло. Павлович, стой. Просто держи. Сука. Блядь, доверил на мне. Ого. Нет, 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 не жми, не жми, ни в коем случае не жми. Что? Что-то попало. Подожди, сейчас я посмотрю. А, ну да уплотнитель, а нижний, вот он, сейчас сойдет. Все? О, еще. Пальцы-угал? Да. О. Что, видишь? Все, вот держи его, пожалуйста. Как в аптеке. Вот так вот его держи. Сейчас бы поехали. Нет, чуть-чуть газульки. Подостынь. Давление 4. Я попробую аккуратно поехать, Павлович. Давай. Наверняка многие скажут, что идиотский смех у тебя, Георгий Александрович, но это смех счастья любителя советской техники. Давление масла просто огонь. Так, зарядка аккумулятора идет. Ну, а это, видимо, старый прибор давления масла. Температура двигателя, но он еще не нагрелся. Видимо, приборчик тоже уже подустал. Топливо монолили, уровень не показывает. Так, теперь как это работает? Дайте я вспомню. О, загорелся индикатор задней скорости. Да, это мы назад. Нет, нам надо вперед. А вперед, значит, как на Волгарике. Ну, давай, родные. Не включается. О, включилось. Роль! Давай, родной. Даже тормоза есть. Офигеть! Валыч, ты не поверишь, у нас есть тормоза. У нас реально, у нас есть тормоза. Надо колесико подкачать, и можно чуть-чуть прокатиться. Ну, тяжело сказать, однозначно, сколько он стоял. Но в земельку он уже потихонечку вырастать начал. Что само по себе очевидно. А так, буст-то прикольный. И, к слову сказать, Игорь Анатольевичу я уже позвонил. Поэтому, есть вероятность, что судьба этого автобуса продолжится. Но, тем не менее, расследования продолжаются. Сейчас колеса накачаем, потому что как-то тяжко рулить на спущенных колёсах. И будет небольшой тест. Закрылась? Да. Закрылась, ого, лухари. Угонь. Ну что, тест-драйв. Подержите, пожалуйста, орудие производства. Вот ключики китайские выпадают. Сейчас мы его нагрузим ещё. Да-да-да-да. Нет, узло вряд ли. Ого. Всё. Ого, с накачанными колёсами гораздо лучше. Вот это, да? Слушай, а нормально идёт, кстати, легко. Тормоза. О, даже юзом задние колёса идут. Такой вообще бухлобус. Поехали, подноварим. Ну, проблема в том, что у нас сейчас, на самом деле, нет документов на этот замечательный автомобиль. Документы у хозяина. А хозяин сейчас пока не мог приехать. Поэтому мы ныне ждём Игоря Анатольевича. О-хо-хо-хо. Блин, в катафалк бы не врезаться. Смотри. Ой. Тормоза. Задняя передача. Даже индикатор работает, что и задняя передача. Смотри, Палыч. Всё круто. Представляешь? Огонь, тачка! Огонь, тачка! Так, зеркало. Я там вроде ни во что не врезаюсь. Не-не-не, прошёл. Я бы на этом месте, Палыч, знаешь, что делал? Ага. Сзади бы присягнул и почувствовал себя пассажиром. Я пока выключу заднюю передачу. Нитралочка. Всё чётенько. Освещение. А, нет, не освещение, извините. Освещение. Фарки работают. Тепловой предохранитель. Неизвестно. Ну, как вам? Отлично. Дедушка был подсогней. И вообще огонь. Водитель, трогай. Трогаю. Нихау, братья. Вообще пушка. Слушай, а он реально комфортный. Он мягкий, комфортный. Мягкий. Но мне кажется, есть в этой технике вот старый, какая-то душа. Я до сих пор не понимаю, почему проходит столько лет, и эти автомобили запускаются, работают, работают, работают и продолжают работать. Современный автомобиль не сделает так никогда. И кайф оживления подобного рода техники и передачи её в хорошие руки, заботливые, он присутствует. Реально. Остановите, пожалуйста, на остановке, я выйду. За проезд. Тогда едем дальше. Не, ну огонь. Вообще огонь. Мягкий, очень мягкий. Ну вот и олигархи подъехали. На культурные ценности сбегаются. Игорь Анатольевич. Судя по звуку, здесь какой-то газовский мотор, да, насколько я помню? Да, так и есть. А ты мне себе будешь сегодня звонить, когда ты найдёшь какую-нибудь Волгу, газ или что-то, где есть что-то от газа? Это последний из мягкийян. Я тебе уверяю, таких в России больше нет. Ну, я сводю здесь интеграции уже российских фар. Да, 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 фары уже, так сказать, новодельные, здесь другие должны быть. А это такой типа что-то от шестёрки, да? Да, 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 так и есть. Катафалки вам не предлагают? Линкель мне не нужен. А вот эта пушка, у неё даже тормоза есть. А, она на шпарке, да? Да. Да. Да, обратите внимание. И клопики родные, которые рассыпаются, да, уже? А это родные? Ну, я думаю, что родные, раз они так вот растворяются просто. Не ломает. Смотри. Даже в Бентли такого нет. Альминиевый пот. Охренеть. У тебя вот, когда едешь на большой скорости, у тебя же безрамочные, задувает? Ну, когда больше, чем 25 написано, там 25 и нолик, да, вот это задувает. А здесь не задувает? А здесь не задувает, потому что ремонтопригодное всё. Сидение такое, да? Нет. А это что такое? Это ручник, да. Ничего себе. Класс. Есть откладочки. Это, походу, но это не Волгусский. Ну, нет, это китайский. Китайский? А можно я проявлю? Да, пожалуйста, можете прокатиться. Это 85-й год, судя по всему, да? Нет, год 90-й. Почему 90-й? Ну, потому что мы переводили, да, мы переводили, и это 1990-й год. А, неужели 85? 85-й, это вроде лошадиных сил. А, 3 тонны. 3 300, да? Да. И коробка, и коробка, не пойми от чего. В смысле, это не Волгусский? Ну, я её не узнал. Подожди, стоп. А она где? Вот это? Да. А что ты передача? 3. Вот это, Волгусский. Ну, я её не узнал. Вы не познакомились? Вообще. Хочешь залезть, узнай. Не хочу, я тебя не могу. Карл Лагерфельди, понимаете? Нормально всё? А тебе идёт. Да? Можно на беню, ключ в ключ. Обязательно. Павлович, отстань, от катафалка. Много запчастей влезет, да? Это заднее. Переднее просто вперёд. Просто вперёд? Просто вперёд. Это... Это... Треть. Да. Просто вперёд. Наверх не надо. Просто вперёд. Ну, даже... Ну, с цеплением поиграй. Просто вперёд. Вот. Газов! Он мощный! Здесь тормоза работают? Я понимаю, только я уезжаю назад. В смысле? Ну, вот я так... А, это? Это нюансы. Ты держись за руль. Крепче за баранку держись. Да. А, что я нашёл первую? Ты лучший? Я нашёл первую передачу. Давно мечтал сказать, вези меня олигарх. Хорошо хоть не сука. Верь мне, я доктор. Ничего себе! Вообще, на самом деле, вот на таком бухлобусе, на дальняк, офигительно! Главное, не по большим автомагистралям, а как-то так. Ну, можно следующую. Подожди, я тут искать, брат. Теперь это есть, конечно. А где тут? Не сдал. А, вот там? Да, там замок зажигания. Я, кстати, нашёл ключи оригинальные китайские. Я уезжаю назад постоянно. Ну, что делать? Можно сиденья представить, они всё универсальные. Ну, немножко не получается. Ну, тачка огонь! Вообще просто. Я бы на твоём месте... Я бы на твоём месте сразу бы купил. Да? Да. И сразу в Москву? И сразу в Москву. Ох, какой! Ты бы разворот там. Да, разворот огонь. И можно люстру подвесить. Или дискотичный шарик. Я думаю, что если это категория B, надо брать. Сейчас происходил очень большой диспут. И пока, на самом деле, непонятно, покупать этот автобус или не покупать. К общему мнению, мы пока не пришли. В пользу того, чтобы покупать, говорит то, что он уникален. Если он в Красной книге в Китае, очевидно, что и в России он в Красной книге. Во всяком случае, если вы хотя бы видели когда-нибудь один такой автобус, обязательно пишите ваши комментарии по этому поводу. Потому что я таких не видел никогда. А уж тем более с такими стёклами и так далее. Потому что лобач здесь всё скорее точно такое же, как и заднее стекло. Эти, понятно, все одинаковые. Крепление, вы видели, как это устроено? Какая-то бешеная ремонтопригодность и дешевизна конструкции. Фонари. Понятно, что это москвичевские уже фонари. Потому что без тюнинга не обошлось. Совсем интересно стало. Я на секундочку подумал, что у него мотор в попе когда-то стоял. И это для кривого. Но нет, это скорее всего, чтобы опускать запаску. Нет, запаска. Да, да, да. А, точно. Офигенный автобус. Вы понимаете, мы сейчас с Анатольевичем ходим. Офигенный автобус. Офигенный. Давай возьмём. Давай возьмём. Кто берёт? Ты берёшь, я беру. Вот, видишь. Вот в этом сейчас вся проблема. Короче, надо подумать. Напишите ваши комментарии, товарищи. Брать нам этот автобус или не брать? Очевидно то, что автобус уникален. Ну и в равной степени прикольный. Грузоподъёмность у него офигенская. Комфорт офигенский. Фотку ПТСку прислали. Категория B. Всем мира добра и удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Решение, которое мы примем, будет в Телеграме. Обязательно подписывайтесь на нашу Телегу. Там самые свежие новости. И этот автобус там в Телеге появился, конечно, раньше, чем видео. Всех обнял. Пока оживление было несложным. Но автобус фановый. Скорее да, чем нет. Или скорее нет, чем да. Не знаю. Ты что думаешь, Палыч? Нормальный аппарат? Брать, не брать? Я думаю, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»